Что почем? Цены на продовольственные товары обсудили в региональном правительстве. По данным специалистов, инфляция в Ивановской области за последний год снизилась больше, чем на 9%. Можно смело говорить о замедлении роста цен на продукты питания. В абсолютном выражении, по данным Ивановского Росстата, средние цены в организованной и неорганизованной торговле по состоянию на 6 февраля текущего года в городе Иванове были ниже, чем в центрах соседних регионов, таких как Владимир и Кострома. Дешевле стала гречка, подсолнечное масло, сахар, апельсины. Подорожало мясо, рыба, сыры. В регионе наметился дефицит молока. Это связано с подорожанием сырья, а также увеличением транспортных расходов. Молоко сырое. Средняя цена по всем хозяйствам выросла на 7,5%. И по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 20 рублей 90 копеек. Могу сказать, что сейчас она уже ушла за 22 рубля. То есть рост цен на молоко продолжается. И это общероссийская тенденция. Особое внимание власти уделяют увеличению товарооборота местных производителей. На полках магазинов федеральных и региональных сетей можно увидеть местный хлеб, яйца, молоко. Еще один важный вопрос на повестке – незаконный оборот продукции. Специалисты контрольных органов проводят проверки и штрафуют. Есть первые результаты. Фальсификата на полках магазинов стало меньше. Принято решение о подготовке проекта меморандума, соглашение между торговыми сетями и производителями молочной продукции о готовности работать добросовестно, не допуская нарушений. Цена – определенный маяк добросовестности, производители считают собравшиеся. Это как раз тот случай, когда дешевле не значит лучше. Часто в молочную продукцию, цена которой меньше среднерыночной, добавляют вредные заменители. Когда у нас продается масло, порой цена падает до 150 рублей за килограмм, понятно, что оно изготовлено практически без молочных жиров. Ну вот, как мне видится, я так думаю, что результат такого анализа по цене, я понимаю, что мы не можем говорить конкретно о предприятиях. Я думаю, что вот эта аналитика, которую вы провели, и необходимо ее в первую очередь направить в муниципальное образование. Ситуацию взяли на контроль. Позаботиться необходимо о детских образовательных учреждениях, для которых при закупке продуктов цена имеет значение. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.